Такую квитанцию о необходимости оплаты долга сочинцы обнаружили в своих почтовых ящиках несколько дней назад. Суммы у каждого абонента разные, а вопрос один – за что? Анатолий Тимченко относится к числу добросовестных абонентов. Всегда вовремя оплачивать счета. По платежке, пришедшей от ООО «Сочи водоканал» за август, сумму оплатил полностью еще 30-го числа, того самого августа месяца. Причем с учетом увеличения потребления на куб. Квитанция на руках. За сентябрь произвел оплату уже муниципальному предприятию. И сейчас в недоумении, почему спустя три месяца оказался в должниках перед прежним поставщиком. Вообще нет мне показаний. Не просто пишут 668. Вот тут первое показание – 720, и все. А последующее, понимаете, даже не знаю, за какой счет мне платить. Даже если бы сказали, сколько кубов тут. Тут ничего не указано. Спор двух хозяйствующих субъектов ООО «Сочи водоканал» и МУП «Сочи водоканал» внес неразбериху в жизнь горожан. У многих потребителей показания в этой платежке соответствуют потреблению воды на середину октября. И к оплате предъявлены суммы не за несколько неоплаченных дней конца августа, а больше, чем за месяц. С такими долговыми квитанциями люди бегут разбираться в привычное здание – на Гагарина. Пока большого ажиотажа нет. Но его здесь ожидают. Поэтому руководство муниципального предприятия предупреждает. Делать перерасчеты за август они не будут. За разъяснениями нужно обращаться к бывшему поставщику, который неоспоримо работал до первого сентября. Когда МУП приступил к эксплуатации сетей, «Сочи водоканал» вывез всю абонентскую базу. В связи с этим мы вынуждены были распечатать новые квитанции, выставить людям по среднемесячному. Люди уже нам заплатили. Показали, вернее, указали показания счетчиков, которые мы уже с сентября месяца фиксируем и ведем расчет согласно показаниям, указанных в наших уже квитанциях. Кроме того, мы также присвоили уже другие лицевые счета людям. Поэтому те показания, которые в квитанциях «Сочи водоканала», мы не будем принимать. Офис коммерческого предприятия «Сочи водоканал» находится в районе товарного двора по улице Гагарина, напротив здания «Чешское пиво». Дозвониться по указанному в квитанции номеру непросто. Нам, во всяком случае, не удалось. Так что придется прийти за разъяснениями. В большинстве случаев преувеличены долговые счета, связанные с тем, что у коммерческого предприятия последними были зафиксированы показания за июль. ООО «Сочи водоканал», как объясняют в компании, произвел окончательный расчет на 31 августа, исходя из среднесуточного потребления. Так и появилась квитанция задолженности на 1 сентября. Если у них, у сочинцев, действительно возникают вопросы, может быть, здесь и человеческий фактор, может быть, здесь какие-то показания и не попали в базу, может быть, какой-то платеж, собственно говоря, там через систему банка, ну, мы не увидели, скажем так. Соответственно, ну, нужно просто обратиться непосредственно в ООО «Сочи водоканал». По каждому конкретному случаю специалист отдела расчетов разберется прийти с показаниями, с квитанциями, в том числе с квитанцией, уже оплаченной в МУП города Сочи «Водоканал». В муниципальном предприятии готовы взять на себя всю работу по урегулированию вопросов оплаты за водоснабжение и водоотведение. Это, по их мнению, было бы оптимальным решением этого вопроса. Мы говорили, передайте нам базу, передайте нам ваши переплаты и вашу задолженность, и мы сами с этими людьми отработаем. У кого есть переплата, мы разберемся, как ее зачесть. У кого есть недоплата, они заплатят нам. Если это ваши деньги, мы их вернем вам, соответственно, взяв за это, так сказать, услугу по сбору денег. Ну, а пока абоненты обеспокоены угрозой судом со стороны коммерческого предприятия. И в этом случае потребителям важно быть честными перед собой. Если есть все квитанции об оплате, то и нет причин для беспокойства. Если реальные долги существуют, то нужно обязательно платить по счетам.